здесь прижали и повторяем вот это наш треугольник он прощупывается поэтому ничего сложного в этом нет нарисовать ставим на место прижимая смотрим видно ли не до совпадение видно ли не совпадение и так двигаем одну деталь чтобы она не мешала пока и ставим нашу деталь на место проверяем чтоб она везде подходила по нашим меткам по нашим линиям вернее чтоб стояла на своем месте так и будем фиксировать чтобы она стояла именно на своем месте никого не двигалась при формировании от этого вот фальца не спеша все миллиметр миллиметр подгоняем по нашим линиям и верхнюю точку за линию суда самый краешек прихватили далее смотрим чтобы здесь совпадала есть также крепим за линию чтобы не мешало потом отгибать тоже в краешек смотрим все ли на месте стоит проверяем все стоит на месте можно еще чтобы уж точно не двигалась в третьей точке тоже его прихватить тоже в краешек все стоит на своих местах берем конвертные хапы и начинаем отгибать наш фальц идем в таком порядке сначала вверх или сначала от эту линию вот то есть сначала это отгибаем потом здесь отгибаем и только потом уже середину угла не спеша чтобы не давать сильное напряжение на металл чуть более чем на 90 отогнули теперь идем отсюда туда потихонечку сразу не надо сильно загибать иначе здесь пойдут ну хлопуны из-за того что сильно металл дает напряжение поэтому потихонечку формируем поднимаем подняли и теперь уже серийно так загнули чуть-чуть поцарапали но это закрасим далее надеюсь будет видно оттуда дайте проверю вот так я думаю будет виднее и нам надо этот край свести с этим краем подкручивая круглогубцам нужно направлении также вот этот край свести с этим краем также подкручивая круглогубцами в нужном направлении сначала вывернем скруглим немножко здесь также перетянем конверт вот так вот вот так вот вот так вот перетянули немного и сейчас нам надо свести и подбить именно конверты сложить их полностью берем хапы и сдавливаем сдавили немного поправим вертикально фальчик если немножечко перекрутить и уже складывать тоже сложили теперь надо нам его пробить чтобы конверт был завершенный здесь сделали и также делаем наверху сложили поправим вот давайте вам поближе покажу немножко в углу хапы и поцарапали но этого подкрасим корректором виде наши конвертики с этой стороны видим что у нас прям точно по линии идет с этой стороны конвертики вот так и теперь мы снимаем эту деталь откручиваем снимаем и то же самое делаем 100 деталей он лежит тоже самое делаем 100 деталей также подготавливаем и так ребят я тоже самое сделал у 2-ой детали также поднял фальц также скрутил конверты сбил и теперь что мы делаем так как мне будет на правую руку удобнее фальцевать потом это место так нежели ставить вот здесь и здесь фальцевать да вот поэтому у меня на правой детали будет малый фальц на этом будет большой фальц поэтому мы берем деталь как вам видно будет так наверно да берем линеечку карандашик и делаем линию фальца на малом у нас будет 35 миллиметров рисуем и так вот на всех изгибах тасуем линию 35 миллиметров и и и и и и и все нарисовали так это видно наверное да и в этих углах мы немножечко скругляя как-то так берем ножницы и отрезаем по этой линии можно взять чуть-чуть за линию побольше и потом уже подровнять конечным лесу конечным резом особенно на радиусах и 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 ли наш радиус по которым он будет идти в это вот вместо я думаю что даже подрезать не надо вполне себе хорошо здесь это ослабить эти места потому что здесь получается что три слоя металла надо два слоя отсюда убрать как мы это делаем у нас будет фальцеваться ориентировочно сантим да это по 2 пальца и нам надо в этих конвертах вот так вот этот сантиметр убрать двойного металла чтоб остался только один немного разгибаем их хапиками именно с внутренней стороны не вздумайте это делать с этой стороны с этой стороны со стороны ослабляем конверт чуть-чуть его удобнее делать это радиусными ножницами срезаем туда куда приходит конверт с этой стороны до туда где-то сантиметрик убрали с этой стороны и убираем с этой стороны все у нас конверт прославленный сейчас мы его подобьем подбили ослабленный и ставим его на место и попадаем в те же прикручиваем отверстие когда мы его делали первым чтобы он был на своем месте поставили здесь находим наше отверстие здесь вот оно поставили я надеюсь на видно и соответственно здесь тоже ставим на свое место все он стоит элемент на своем месте теперь что мы делаем подбиваем наш фальчик этому фальчику подбиваем ворота кинучку и на этом элементе смотрим чтобы у нас эта картина и эта картина заднего элемента была в одной плоскости чтобы ни один из элементов не подвис в воздухе у меня все хорошо все точки сходятся и я отрисовываю линию по этому малому фальцу снимаю этот элемент можно конечно по месту отрезать но мне удобнее и быстрее будет конечно же его снять более это дело нести секунд мы его сняли и и вот отрисованы для у нас и прибавляем к нашему размеру к этому к этой линии плюс 10 миллиметров я буду делать это на глаз у вас алмаз лучше взять конечно больше этой линии и потом скорректировать даже можно будет и по месту берем ножницы и отрезаем лишнее я беру чуть дальше линии потом уже по месту здесь если нужно будет убрать лишнее я уберу уже на месте самое главное сейчас я вам скажу ну и потом когда при монтаже сейчас скажу чтобы вот на этом резе не было заусенцев поэтому возьмите ведь я дальше взял миллиметра на 3-4 линии что потом посмотреть если у вас заусенцы если они с них надо убрать ножницами вот здесь вот увижу у меня заусенец есть поэтому я чуть-чуть беру его срезаю все остальные все правки уже по будем делать фальцевание вот но это будет в третьей части и тоже ее фиксируем в те же отверстие что и было то есть ставим его на свое место тут она будет еще потом ослабление делать вот и все в третьей части вот у нас задник элемент готов два задника вот и сейчас приступаем к замерам боковых деталей кстати ребят вот этот вот продукт называемый клик фальц от компании или производителя грандлайн не является фальцевой кровли как они у себя заявляют на сайте или на youtube канале никакого отношения к фальцевой кровли клик фальц не имеет это имитация фальцевой кровли это что мы делаем сейчас из этого продукта не сделаешь ребят не забывайте подписываться на наш youtube канал на нашу группу в телеграмм на нашу группу вконтакте и в инстаграм все ссылки будут в описании и и и и и и и и и